привет ребята я что-то заметил что я вас не особенно радовал видео хотя в основном беседовал с людьми в комментариях и поэтому я решил сделать такой немножко конечно это будет проходное видео просто типа дать вам показать что я есть я собственно никуда не делся и все пока что слава богу со мной по крайней мере в полном порядке вот ну просто как вы сами понимаете то есть заботы дела и все такое то есть как бы иногда вот так вот захочешь как бы чуть записали там заснять там что-то такое а потом что-то как-то по мелочам там сам себя растериваешь все вот люди спрашивают такие вот разные такие вот духовные вопросы типа о целостности при принадлежности себя к миру вот таком вот все и и в этом есть какая-то определенная интересная динамика потому что я вижу что люди потихоньку возвращаются к земле к истокам ее то есть все больше и больше людей уходят в деревне жить покидают мегаполисы и эта тенденция как бы она говорит о том что есть какое-то я не знаю видимо и есть есть что-то такое что их делает именно вот заставляет их вот именно выбирать вот такой вот курс курс независимость к независимости вот именно социальной независимости сурвайвализм как таковой это не столько как бы увлечение вроде зацепинга или дидерство это скорее образ жизни людей которые обладают неким пессимистическим видением мира то есть это люди которые в принципе не исключают возможность того что катаклизм какой бы то ни было может в принципе до приключиться и как он там именно будет выглядеть этот катаклизм черт его знает поэтому они заранее готовятся как-то вооружаются как-то так ставят там не знаю какие-то форпосты какие-то охраны какие-то то есть шифруются как-то вот я например и почти всегда как бы стараюсь отвечать только на звонки людей которых вот я лично внес список в список своих контактов если это кто-то другой то для начала надо так сказать посмотреть насколько это кто-то упорный а там уже в зависимости от настроения и положения вещей можно уже проверять как бы дальше потому что как бы вторжение вторжение в любое частное пространство человека я считаю что это в принципе ну немножко я встал так такой вот оккупация такая типа то есть типа и ну если ты даже приходишь человеку когда ты знаешь что дверь у него не заперта все равно постучи как бы поставить дай ему знать может быть он там голый сидит может быть он там да господи вон там может все что угодно делать дайте ему в конце концов хотя бы полминуты чтобы он приготовился к тому что вы придете как бы и конечно не стоит там действительно перегибать палку то есть если ты сказал в 5 так будь в 5 а если ты пришел в 505 то на тебя уже катят бочку потому что я тебя прождали такое количество времени у ее и как это самое но с другой стороны как бы тут ведь мы говорим не о линия между так сказать не микро уровне мы говорим о общем уровне то есть а макро и когда я в принципе скажем так когда я стал понимать понимать именно саму идею сурвайвализма как такового вообще вопрос сурвайвализм ли я я отвечу на него так да но плохой почему плохой потому что я все-таки еще пока что не могу сказать что я вот полностью не завишу никак от цивилизации то есть идеальный сурвайвализм вообще в принципе от цивилизации не должен быть зависим другой вопрос что сурвайвализм на неделю или сурвайвализм на всю жизнь это большие две разницы то есть бегун на короткие дистанции дает рывок и бежит он недолго но бежит быстро а марафонцы они не дают рывка они держат ту скорость которой они смогут пробежать вот эти свои 40 километров я из тех которые марафонцы то есть мне интересно чтобы эти 40 километров были гарантированно пройдены без всяких форс-мажоров без всяких экстремальных вмешательств без всякого какого-то я не знаю там снега на голову посредине лета как бы все такое потому что я не кот леопольда я не уверен что я как бы буду очень рад этому но хотя бы хотя бы зонтиком надо иметь зонтик какой-то надо иметь то есть люди вот спрашивают типа счета так сказать действительно как волк никто типа к тебе не подходи и все такое типа не то что я как волк но как бы я я считаю что вот во всяких разных народных брожениях когда речь идет о толпе тем более когда речь идет о безумной толпе неорганизованной толпе которая в конце концов в какой-то момент может превратиться в такую в такое цунами которая в принципе вот человек может в толпе вести себя так что он потом ему расскажут он не поверит он скажет того что да я не помню этого потому что толпа эффект толпы это не я сказал поймите это не я сказал это элиотерно аронсон заметил еще в сороковых годах когда исследовал различные студенческие бунты еще даже пятидесятых там шестидесятых это дополнилось еще работами других социологов и конечно ничего нового под солнцем действительно нет то что сейчас вы видите так сказать я не знаю то есть я не буду называть так сказать слишком уж я не хочу сюда при так притягивать как бы слишком много конкретики да но то что вы сейчас видите это в принципе вот для определенных жителей определенных регионов это вопрос достаточно интересный то есть пойди со всеми на вот это вот бешенство на вот этот вот праздник жизни так сказать или может быть отсидеться дома и подождать вот недавно я когда сказал что не будь идиотом понятно чем кончится эта тусовка мне сразу сказали ты что типа дурак что лишь ты это тусовкой называл они только одно не поняли что это не моя фраза была я не настолько умен чтобы говорить такие вещи эта фраза сергея жарикова и журнала к топору 1993 года это все уже было ребята баркашов дуэта бы это самое анпилов дугин лимонов да кто там господи кто там не был и хорошо если половина из них была действительно настроена серьезно по-настоящему по большому счету сколько хороших парней и девушек наверно тоже была избита искалечена не знаю раздавлена просто давите на первомайских демонстрациях опасно было иногда ходить и на футбол это я я бы не пошел честное слово если вы конечно я был один и действительно на небо не лежала ответственность за моих детей за мою семью за мои так сказать какие-то ценности как бы то я бы тоже пошел блин я пострелять я мастер я подраться вообще никогда не был не был не дурак всегда но моя последняя так сказать драка кстати не так давно это было действительно своим бывшим соседом который после этого предпочел от меня подальше съехать кстати говоря показала что в принципе я но видимо я как-то не заметил но с возрастом я стал как-то более злым и я просто у меня уже не хватает терпения на разных идиотов я просто если уже что так я просто как бы как спусковой крючок становлюсь но я никому не подписывался быть буддистским монахом и уж тем более мучеником и терпилы как я все-таки еще пока что не ровесник пенсионерам которые сидят на лавочках да эти пенсионеры пожалуй посильнее меня будут вот на другую дело это не в этом дело в том что если действительно как бы у вас есть допустим мама старая или там отец там или что-то такое то подумайте подумайте о них с каким как они будут ночью вызванивать вас по всем моргам и искать вас по всем спецприемникам если вас вдруг рандомально просто рандомально спецназ какого-нибудь силового силовая какая-то структура вас цепанет поэтому я лично при всей своей так сказать наживитость и все такое я очень антивоинственно настроенный человек я ненавижу войну потому что я знаю что такое война война это в первую очередь не это депрессия которую невозможно передать я просто вот скажу вам одно ощущение которое вот во все во время всего того что я прошел кто знает тот знает кто не знает ребята не спрашивайте пожалуйста не спрашивайте меня эти вопросы что прошел то прошел что надо то и прошел и все это сопровождалось вот такой вот знаете такой вот чувством такой вот легкой такой вот безысходности такой вот когда это все кончится когда вся эта грязь кончится когда вокруг вся вот эта вот дрянь вот этот вот дух войны водка особый запах этой войны это страшная вещь но она не страшная на самом деле она не страшно она естественно ничего страшного на самом деле в этом нету конечно потому что это было есть это будет это норма ничего с этим не поделаешь на война как говорил со это дело молодых а если вам блины не жалко ваши семьи так идите конечно подставляйте голову под удар но помните что пока что еще как бы рановато еще то есть как бы то есть если вы уверены что вы никому нафиг не нужны то пожалуйста идите самый счастливый человек на земле это не ищи с него взять ничего я вот например вот действительно вот я такой вот нищеброд действительно да и я счастлив потому что шашу шашу с меня возьмешь кроме этих цепей то нечего терять действительно а люди парятся у людей машины у людей какие-то там не знаю вклады там какие-то эти самые там а я честно говоря все время как-то все время вот несколько раз у меня сгорали вот эти вот смартфоны и все-таки я вернулся к старому методу тетрадка должна быть почему потому что рукописи они действительно не горят а смартфоны горят поэтому я еще одну хочу вечером сказать это тем кто любит читать не выбрасывайте книги не выбрасывайте книги потому что эти электронные все приколы они будут меняться а к черту вы знаете сможете ли вы адаптироваться под эти изменения а на бумаге она еще сто лет пролежит и ничего с ней не будет все я желаю вам всем добра ребята серьезно мне действительно сейчас очень интересно что вокруг происходит как бы я за этим пристально слежу и для нажиманов я думаю что просто сейчас немножко такое вот время такое когда честно говорю не боевое настроение немножко во первых во вторых я жду просто еще два экземпляра очень интересных от своего друга когда вот они ко мне придут я думаю что некая как бы то есть тогда-то точно как бы будет уже что-то интересные обзоры а пока что я думаю что скорее всего что на днях через пару может быть через пару дней как получится я все вот хочу устроить небольшое такое испытание мачете еще пары парочки вещей это я думаю вам будет интересно у меня сейчас появилось несколько очень интересных таких вещей которые нельзя сказать что это нажимание сто процентов на 100 с другой стороны какое-то отношение на к этому тоже имеет то есть это именно скорее больше уже для для сурвайвалистов то есть какой-то какой-то все таки я думаю что опыт надо приобретать надо приобретать потому что я не говорю я не я я не собираюсь вас пугать каким-то там сиренским коллапсом или там вторым мировым потопом или что-то такое это все дай бог что все было нормально что все были счастливы и жили до 150 лет но как бы нам же постоянно нас же постоянно пугают нам же не показывают по телевизору шахматы нам показывают футбол на нервы это действует я что же так сказать не железный на самом-то деле вот далеко не железный то у меня то что железное у меня на полочке лежит но все всем привет будьте на связи я обязательно что-нибудь для вас придумаю просто мне для креатива нужно определенное настроение вот сейчас я совершенно честно говоря не креативен я просто чисто с вами просто так по-дружески решил вам просто всем передать небольшой от себя привет и показать что вот я жив-здоров румян и в принципе не кашля чего и вам желаю тоже и пожалуйста ребята берегите себя берегите себя серьезно потому что сами о себе не позаботитесь ведь никто же о вас не позаботиться то елки-палки у вас же ответственность на себе на плечах есть это я вам 40-летним 50-летним говорю 16-летний они сами разберутся и мои советы до одного места как бы если они не касаются только каких-то вещей которые у нас как-то так неограниченным возрастом то есть музыка кино это в этом нету возрастов я готов дискутировать с 8-летним человеком о любом стиле и жанре искус потому что я видел и в этом возрасте я видел очень умных людей а вот насчет всех этих как говорят по-английски рают беспорядков но вы же знаете что я я вот недавно вот как бы показал с каким арсеналом я выхожу на улице но ведь не все так могут во-первых а вторых не все так хотят так вот если вы все-таки меня решили послушать то я думаю что береженого бог бережет поверьте мне что партизаны без тебя обойдутся это не такая уж и простая фраза красная армия и штыки чай найдутся партизаны без тебя обойдутся так вроде бы было у демьяна бедного ну вот на этом пожалуй и все отдельный выпуск про black металл будет тоже на этой неделе то есть планов много просто и исключительно проблема в том что ко мне настроение это все снимать приходит именно тогда когда я технически это не могу сделать опять же все эти микрофоны будь у меня вот как прежний мой автоаппарат взял тяп-ляп но все равно как-то а тут уже надо как-то сесть и чтобы меня хотя бы слышали чтобы я себя к чертой матери слышал так что закончим на этой позитивной ноте всем добра